Привет! Слышно меня хорошо? На дальнем ряду слышно? Замечательно. Сейчас мы все запустим. Я сейчас буду говорить, у меня будет назидательный тон, и я буду очень уверенно выглядеть в том, что рассказываю. Но на самом деле это просто то, чем мы сейчас занимаемся. И ну давай. Ура! И здесь тема для разговора, для обсуждения, для ваших вопросов и комментариев гораздо больше, чем каких-то догматов, постулатов, которые я бы хотел до вас донести. Да, это какой-то опыт, да, это какая-то сублимация текущей работы, но на самом деле я бы хотел посмотреть на вашу реакцию и послушать ваше мнение. Но если кому-то что-то покажется полезным, замечательно. Так что обсуждаем. Тему уже Александр озвучил, про меня внизу чуть написано, и начнем разговаривать. Итак, то, о чем мы будем сейчас говорить, очень-очень нам хорошо, близко, знакомо. Почти все, чем мы занимаемся, это онлайновые игры, мультиплееры, игры с бесконечным прогрессом, в общем, free-to-play. В общем, все то, чему недостаточно закончиться за 4-12 часов, продаться коробкой и так далее. Это все то, что должно с игроком оставаться днями, неделями, месяцами, а в идеале годами. Поэтому мотивация игроков, удержание и все такое, наша самая больная тема. Мы о ней говорим, мы над ней работаем, мы с ней сталкиваемся чаще, чем со всем остальным. И на этом мы действительно съели собаку. Съели собаку, потому что мы разрабатывали от ММО, начиная со сферы, и заканчивая всем последним, что вышло на российский рынок от российского разработчика. Потому что мы оперируем проекты наших коллег или конкурентов из других стран. Потому что мы анализируем и работаем с проектами, в которые экономически никак не завязаны, все равно сотрудничаем и смотрим. Вопросы удержания, вопросы вовлечения, вопросы бесконечности наших игр стоят и крутятся у нас постоянно. Да, все примеры и мой опыт касается в первую очередь ММО. Массовой многопользовательской онлайновой игры. Но в принципе постулаты, которые я буду здесь озвучивать, принципы, они универсальны. Их можно применять где угодно, даже если вы делаете маленькое небольшое инди для себя. Многое из того, что я буду говорить, будет звучать очевидно. Но будьте уверены, у каждой этой истории, у каждого смешного расклада, у каждой нелепой ситуации, в которую мы попали, на которую я буду здесь ссылаться, было очень хорошее, логичное, вменяемое обоснование. Умные люди хорошо ее отстаивали и убедительно продавали. Поэтому будет казаться капитанством нам на самом деле не всегда, не везде и не всем. И прежде чем перейти рассказывать, собственно, то, о чем я бы хотел с вами поговорить, сразу немножко азов, сразу отсеем. Я знаю, что сюда пришли совсем разные люди, люди совсем без опыта. Я вижу несколько старых опытных профессионалов, которые зашли сюда. Так что немножко ликбеза, он будет короткий, просто для того, чтобы уравнять шансы чуть-чуть. Удержание — это retention. Всем знакомый параметр. Да, знаете, что такое retention? Хорошо, отлично. И у работы с retention есть прописные истины. Три якори retention. Люди не уходят из игры, если заплатили достаточно денег, провели достаточно времени и завели социальные связи. Я купил эту игру, я должен отработать каждый рубль из этих 1999 рублей, прежде чем брошу ее. Или я уже третий год играю в эту игру, если я брошу, куда же все это пропадет, здесь все родное, все любимое. И третий вариант — я уже терпеть не могу, эту игру не вижу, но друганы зовут в рейд, надо пойти в субботу обезон. Это все правильно, это все применяется, это все круто, это все хорошо. Единственное но в том, что мы говорим не совсем о том retention. Все это должно произойти. В free-to-play вы не успеете моментально быстро заплатить 60 долларов, чтобы прикипеть кошельком к этой игре. В онлайне с медленной и длинной прогрессией вы не успеете, начав сегодня, уже наиграть несколько лет. И с друзьями все точно так же. Как бы странно ни звучало, в ММО и в онлайновые игры играют очень социопатичные личности, очень замкнутые интроверты. И поэтому вступление в гильдию, нахождение пати — это очень тяжелый вопрос. Люди не готовы к нему несколько месяцев. И только потом, попозже, или если сразу пришли с друзьями, как-то у них это складывается. Поэтому все эти три якоря на старте не работают. Кроме старта есть еще понятие целей. Хотите, чтобы игрок остался в вашей игре, хотите, чтобы игрок не отвалился, ему всегда должно быть, понятно, три уровня целей. Близкую, среднюю, дальнюю. Близкая — это что делать прямо сейчас? О, моб — бить. О, поворот — поворачивать. О, враг — стрелять. Средние цели — это цели, отвечающие на вопрос, а зачем бить моба, поворачивать на повороте и стрелять во врага? Это, например, закомплитить квест, получить айтем, пройти сюжетную арку. Что-то, что из предыдущих коротких целей собирается в смысл. И дальняя цель — это зачем я играю вообще? Понятные, правильные, прописные истины, истины, которые используются всеми дизайнерами на всех проектах. Но не все так просто. У простых истин всегда много подводных камней. И эти подводные камни кроются в нашей сегодняшней теме. Там много и без этого. В нашей сегодняшней теме. В следующем. Маркетинг сделал свою работу. Они привели людей. Да, можно долго рассказывать о том, что маркетинг может не привести людей, или привести клиенток в Women's.ru на Dark Souls привести, или нагнать совершенно рандомного народа, которому эта игра не подходит, не нравится и так далее. Всякое бывает. Мы не рассматриваем эти истории. Маркетинг отработал хорошо и привел к вам людей. Люди уже узнали об игре, нашли ваш сайт или перешли по ссылке, зарегистрировались, скачали клиент, дождались, пока он установится, запустили его. Они уже так много всего сделали, они уже считают, что вы им должны. Маркетинг уже перестал здесь работать. Все. Человек уже запустил приложение. Маркетинг уже остался в прошлом. Ваш геймплей начнется где-то там через 12 минут после того, как пройдут титры, меню и все остальное. А игрок уже считает, что он слишком много сделал для вас, чтобы вы уже начали его развлекать, чтобы он уже начал счастье от вашей игры получать. И вот здесь он задается вопросами, вредными для теншина, при этом уже скептически. Ну, что вы там, как вы там, где, ой, какие уродские менюшки, какие стремные кнопки, что это за стартовое интро и все такое. Он уже чувствует свое недовольствие просто потому, что для того, чтобы запустить игру сейчас, ему приходится сделать много унылых, стремных действий, которые он не готов делать сам по себе. И это осложняет всю структуру и осложняет все прописные истины. И самое главное, очень тяжело обходится. О чем все-таки речь? Retention переводится как удержание. А удержание приходит из вовлечения. Это основной посыл, который я хочу сегодня здесь раскрыть и, собственно, с вами обсудить. Не весь спектр возможных элементов, всех инструментов, всех способов, как можно удержать игрока в вашем приложении или в вашем оплете, или в вашем, как он называется, неважно, в вашей игре, а именно вовлечении. Вовлечение — абстрактное понятие, широкое, многогранное, но тем не менее комплексное. И так уж вышло, что retention, как я уже сказал, это то, с чем приходится сражаться постоянно. Сражаться постоянно, потому что, да, вы можете увеличивать количество денег, которое хотите получить с одного вашего пользователя, но при этом у этого пользователя, а, ограниченное количество денег, б, он не готов с ними расстаться со всеми, и, с, никому лучше от этого не станет. Лучше, если каждый приобретет по буханке хлеба, и это будет все население планеты, чем если вы будете пытаться все население планеты покупать дорогой спорткар. Кто-то не может, кто-то расстроится, кто-то не хочет, у кого-то уже есть, каждый день спорткары не попокупаешь. В результате продавать хлеб гораздо выгоднее, чем спортивные автомобили. И в этом ключе количество людей критично. Критично не сколько они приносят, а сколько их. И поэтому вот эта депрессивная картинка, иллюстрирующая среднестатистический retention в любой игре, рассказывает о том, что начальный retention гораздо важнее, чем конечный. На самом деле, это специально абстрактная, усредненная, ничего не значащая, ненастоящая колбаса. Похожа на почти все retention, которые я видел в наших проектах, не в наших проектах, у конкурентов, у партнеров. Если вы сделали крутую игру, отличную, то это вот процент, сколько игроков у вас осталось, пришло в первый день, и потом их убывает постоянно. Если вы сделали суперкрутую игру, то внизу на шкале у вас недели. Если вы сделали обычную игру, то внизу на шкале у вас дни. Если вы сделали мобилку, то это минуты. И каждый следующий этап говорит, что кто-то ушел. Кто-то ушел, а в вашей игре осталось меньше людей. На седьмом отрезке их уже в районе 20% от всех тех, кто пришел. Поэтому, когда вы боретесь за retention, например, на 30-м отрезке, вы боретесь за в 10% в 10 раз меньшее количество людей, чем на первом. И понятно, все дизайнеры, логичные, рассуждающие, здравые люди, они говорят, ну, нужно искать там, где много, а не там, где мало. Зачем нам хардкорщики, которые так уже остались, и их там удерживать и проще, и меньше смысла? Давайте впаяемся и поработаем с сильно отваливающимся большим числом людей. И начинают копать в это самое направление. Это правильный путь, я его не критикую, он действительно логичный. Но он еще и самый сложный, ровно по той самой причине. Люди, а, уже считают, что вы им должны, и, б, еще ничего о вашей игре не знают. Как правило, следующим шагом после принятия решения мы будем чинить retention первых часов, или первых дней, или первых минут, в зависимости от того, что у вас за цели. Берут какой-нибудь более мелкий кусок, там, возьмем первую сессию, или первый час, или первую неделю, и рассматривают ее retention отдельно. И он обычно выглядит либо как фрагмент один, либо как фрагмент два. Скажите мне, какой фрагмент лучше? Ну, смелее. Почему? В итоге их больше остается. Второй лучше. Почему? А нет нигде проблем. Сразу видно, кто в команде, а кто нет. На самом деле вопрос с подвохом. Конечно, если вы смотрите на это как продюсер, или как инвестор, или как кто угодно, вы видите, что здесь людей больше, они денег принесут в два раза больше, чем те 10% оставшихся. Но с точки зрения дизайнера, Алексей абсолютно прав, фрагмент два лучше. Здесь видно, что вот на этом отрезке что-то случилось, и значит туда можно залезть, там можно починить. Вы видите, что где-то что-то горит, приходите и тушите, и график выправляется. И он может выправиться выше, чем на 20%. Там понятно, что делать. Когда вы сделали свою работу хорошо, вы получаете вот эту хрень. В ней все ровненько, люди просто равномерно отваливаются. Один за другим, пока для вас непонятным причинам, их становится меньше. Нельзя сказать, вот здесь яма, они в нее падают, нету никаких ям. Все отваливаются где угодно. Вы хорошо сделали свою работу, теперь вам будет сложнее. Починить правое проще, там все ясно. На третьем отрезке, допустим, это третья минута игры, смотрите, а что там на третьей минуте игры, а там непонятный интерфейс, люди об него вайпаются. Сделали интерфейс понятнее, график сгладился. Во втором случае вы начинаете думать, придется увеличивать масштаб еще сильнее. Давайте позумим и посмотрим прям посекундный, поминутный график отвала. Оп, прошу прощения. Да, чуть-чуть забегаю вперед. С графиками, с ретеншеном разобрались, с вводными там, с азами разобрались. И небольшая превьюшка того, о чем буду говорить дальше. Все, без исключения, неважно. Это американская компания, делавшая легендарные РПГ, или компания, делающая сессионку, или конвейер по производству онлайна. Все идут одним или всеми тремя из этих путей. Пути хорошие. Это валидные инструменты. Единственная беда в том, что их пытаются применить как инструменты влияния на вовлечение. На самом деле к вовлечению они имеют мало отношения. Они достигают других целей. Их работы из этого списка вы будете наверняка или уже делаете. И это хорошо, я это не осуждаю, мы сами это постоянно делаем. Но только не надо думать, что эти вещи в таком ключе, как я о них расскажу, помогут вам с ретеншеном на самом деле. Борьба с ретеншеном — это всегда борьба за 1-2%. Так уж вышло. И эти штуки не лучше. Еще и хуже местами. Водят за руку, приглашают по списанию и показывают путь. Подводят за руку, я подразумеваю следующее. Приходит к вам игрок, и вы не хотите, чтобы он от вас ушел. И вы его хватаете за руку, хватаете и ведете. Постоянно ведете. Ведете от туториала к туториалу. Смотри, вот этими кнопочками управлять. Поуправлял, а вот мышкой сразу двигать и смотреть. А кнопочкой атаковать. А вот моб, убей моба. Смотри, из него лут. Лут иди сразу продай в магазин. В магазине продал, смотри, ты уже можешь что-то заапгрейдить на полученную голду. Заапгрейдил, иди быстро примени это в квесте. Квест закомплитился, сдай его квест-гиверу. И каждый раз, как только игрок что-то доделал, у него уже есть следующее незавершенное дело. И он снова и снова, цепляясь с одной ступеньки на другую, перебирается по вашему геймплею. Это действенный метод, чтобы держать игрока за руку. Вы действительно ведете его из комнаты в комнату. И график вот тот плавненький не изменяется. Если вы начинаете зумить сильнее свой график, еще разбирая прям по секунду, вы видите вот такую лестницу. Микрофрагмент показывает, что вроде все идут ровненько, все хорошо, а потом какие-то падения. И снова падения, и снова падения. Лезете искать проблем, а там нет проблем. Это промежутки. Вот это конец одного квеста, а вот это начало другого. Вот это типа закончилась сессия, а вот это началось следующее. Люди просто уходят. Они уходят потому, что у них появилась такая возможность. Пока они идут с вами за руку, все хорошо. Вы провели их по комнате, развлекали, их отвлекали, а потом вам нужно перевести его в другую комнату, где его кто-то снова схватит за руку. Вы отпускаете его всего на мгновение, чтобы он переступил через порог, и его там следующий ваш коллега схватит за руку и поведет. Но когда его отпустили, он задается вопросом, а что я здесь делаю вообще? Ну вот прошлый квест закончился, а хочу я в следующий. Закончил я сессию, покатался на машинке, а хочу я следующий заезд устраивать. И если у него нет ответа «да», то он, скорее всего, делает Alt-F4. Не, не всегда, игра может быть хорошая. У кого-то, вот видите, вот этому чуваку на три сессии хватило, а этот сразу кипишнул и вышел. Все разные, все верно. Но как только вы отпускаете за руку, отпускаете руку, человек задается вопросом. Это очень хороший и правильный метод не давать человеку задаваться вопросом. Коридорные ААА-шутеры так и построены. Вас хватают вначале и через взрывы, каскад стрельбы, персонажей, женские прелести проводят до самого финиша. Вы говорите, ой, это были лучшие четыре часа геймплея в этом году. Это хорошо, это работает. Но когда вы делаете ММО, которое должно длиться часов тысячу, боюсь, что где-то на второй неделе он умрет с голоду и все равно отвалится, и на графике появится ступенька. Он все равно выходит. Даже если вы делаете мобилку какой-нибудь таймкиллер, он все равно найдет момент, когда метро доехало до конечной станции, ему нужно выходить. И во все эти случаи ваше удержание за руку не работает. Оно перестает работать. Вам вы вынуждены отпустить. Это ключевой момент, почему схема схватить его и не отпускать не будет работать вечно. Ну и это все еще очень дорого стоит. Вот если вот эта каждая штучка, каждый зубец — это минутка, и вы каждую минутку дизайните как отдельную фичу, она стоит как отдельная фича, и в результате через 32 минуты вашей игры вы поняли, что бюджет вашего LAAA закончился. Поэтому держать за руку понятный, перестраховочный, и очень такой серьезный метод, на который часто падают все ответственные дизайнеры, но он пагубный. Если формулировать это в один конкретный вывод, не давая выдохнуть и создавая все вот это, мы игроку не даем сбежать, но не создаем желание остаться. Понятна разница? Хорошо. Второй путь — приглашать в нужные дни. Ретеншн, он же как бы конкретный. Есть ретеншн второго дня, есть ретеншн седьмого дня, есть ретеншн месяц. Это значит, а сколько людей с того дня пережило 7 дней, а сколько людей пережило 30 дней и так далее, и тому подобное. И поскольку его считают конкретными отрезками, на него же можно и влиять конкретными отрезками. Хм, а давайте сделаем механику, которая награждает нашего пользователя за первую игру в день. Тогда он каждый день будет заходить. Делайте в своих играх так. А еще мы сделаем... Это вот из Skyforge экранчик. А еще мы сделаем 7 дней подарков, а на седьмой день самый большой подарок. И нужно заходить обязательно каждый день, ну или хотя бы 7 дней не подряд, чтобы получить все подарки. Соответственно, мы аж 7 дней продержим наших пользователей. Тоже так делаете, да? А еще раз в месяц будет какой-нибудь ивент, который будет костюмчики выдавать, и риты, и еще что-нибудь насыпет, и голды. И тогда раз в месяц уж точно будет заходить, и месячный ретенш у нас будет работать. Это хорошая механика. Я ее сейчас критикую не с точки зрения того, что делать так не надо. Я ее критикую немножко с другой стороны. Когда игрок вовлечен в вашу игру, для него это очень хорошо и здорово. Он приходит каждый день, и к уже существующей мотивации добавляется радость. О, меня наградили, о, подарок. Мой прогресс усилен. Вот эта штука позволяет лучше прогрессировать на старте. Я только начал играть, мне положено 7 стартовых подарков. Здорово, я захожу их, получаю, и мой прогресс качественнее, глаже и лучше. Когда человек не мотивирован, он смотрит на это, например, так. Послезавтра мне дадут 1000 зеленых треугольников и 200 желтых шестиугольников. Пойду напьюсь. И смысл для него этого всего работает совсем иначе. Для него это какие-то ненужные левые штуки, которые ему насыпают. Но даже если вы положите туда что-то абсолютно универсальное, абсолютно крутое и всем понятное, перейдет это к простой вещи. Расскажу это в виде метафоры. Вы ехали на машине, и у нее закончился бензин. Вы смотрите на циферблат и говорите, бензобак пуст. Дизайнер говорит, у меня есть решение. Вы спрашиваете, у него какое? Как ты понял, что бензобак пуст? Вы говорите, ну, стрелка показывает на ноль. Он говорит, давай прикрепим стрелку на полном баке. Тогда будет выглядеть, как будто бензобак полон. Вот эти решения приводят к тому же самому. Вы не чините мотивацию игрока. Он не начинает хотеть вас играть. Он приходит в те дни, когда вы меряете ретеншн. И все. Поэтому эта механика хороша с упортом. Она помогает обогатить экспириенс. Она многое делает, многое всего. Но это лучший способ перехитрить самих себя. Вы обманываете самих себя. Вы подстраиваете, подтусовываете, подыгрываете себе в пасьянс. Это все, что вы делаете с такими механиками с точки зрения вовлечения. С точки зрения других целей, понятно, все работает хорошо. И следующий момент. Все это быстро перестает работать. Вот здесь лежит много всего. 100 красной херни — это очень мало. На старте это хорошо. На втором месяце игры — это прям вот ничего. Одного моба убиваешь, с него столько падал. Костюмчик — это здорово, да. Но зачем тебе два одинаковых костюмчика? А бесконечное количество костюмчиков не сгенеришь. Сумка тоже может быть не бесконечная. Эта штука одноразовая. Эти тоже можно выбивать. На старте, когда все непонятно, когда все дорого, когда все приходит помалу, а стоит дешево, это все имеет смысл. Как только вы начинаете тиражировать такую вещь, она перестает работать. Ну, продержали вы 7 дней. А что потом? Ну, даете вы чуваку двойные риты за первую игру. Как в определенный момент он начинает думать, что ну так и положено, это не награда, что там. Уже даже не расстраивайтесь, когда пропускает день. Все эти вещи выгорают. И поэтому тоже они могут работать как-то спорадически, как-то повлиять на ваши параметры и статистику на раннем этапе, а потом перестают влиять на нее совсем. Мегацель — это третий пункт. Когда-то это был прям внутренний термин, а потом это стало матершиным словом. Настолько матершиным в нашей команде, что я даже нецензурный комикс вам сюда разместил, даю несколько секунд почитать. Вот эти гномы, которые сделали меч для заказчика, это дизайнеры. А меч — это то, чем они мотивируют игрока. А вот эта грустная нога, недоумевающая, это собственный игрок. Мегацель — это такая штука, фикция, такая вымышленная концепция, перпетум мобили, в которой дизайнеры постоянно пытаются сгенерить, когда понимают, так, держать за руку мы не можем, не работает. Приглашать по расписанию не очень круто. Нам нужно, чтобы игрок хотел приходить сам. И каждый день его мотивировать очень тяжело. Давайте один разок его так замотивируем, чтобы он пришел и остался. Чем-нибудь таким большим и крутым. И начинают придумывать. И придумывают вот это вот. И жену потом делают, и все как написано. И все это кроется в простой вещи, в том, что любовь не продается, грубо говоря. В том, что то, что хочет игрок, и то, в чем игрок закапывается, очень легко перепутать. Если вы почитаете форумы, вы услышите, о чем болит у игроков, что их отвлекает от игры. Вы увидите, что они пытаются минмаксить. Но это все равно не будет то, что им нужно на самом деле. Это будет то, о чем болит у них сейчас голова. Даже в хорошем смысле болит. Чем она занята. Поэтому реагировать на практически все, что выдает комьюнити, даже все, что выдает статистика, не всегда правильно для генерации вот этих мега-целей. И эти мега-цели очень часто подразумевают что-то странное. Но ведь во всех играх Square Enix сюжет крутой. Давайте сделаем сюжет, и люди будут доигрывать в нашу игру до конца, потому что все любят доигрывать сюжет до конца. А наша игра — матч-3 на мобилке. Нет, в Final Fantasy матч-3 на мобилке не работают одинаково с точки зрения мотивации сюжета. Даже у самой Square Enix есть игры, которые мотивируют сюжетом типа Final Fantasy и не мотивируют типа все остальные. Точно так же практически любая вещь, которая работала в другой игре, может не работать у вас. Совсем не работать. Или работать в минус. Но ведь в Diablo шматизм работает, это совсем не значит, что в вашем хэк-н-слэше даже она будет работать. Но ведь там в World of Tanks танки работают, все хотят Т-34. Это не значит, что в вашей игре про роботов во вселенной Мех-Варьер конкретный робот будет работать так же, как Т-34 в танках. И все эти вещи, они чужие. Их нельзя скопировать, их нельзя придумать легко, их нельзя подглядеть. Это всегда конкретная, субъективная, чисто сложившаяся сейчас в мете сущность, которую вот так вот, исходя из своих ценностей, из своего восприятия, сгенерить практически невозможно. Понятно? Хорошо. Вы что-то потерялись к третьему пункту. И единственный способ, который я сформулировал достаточно абстрактно, чтобы он не был чистым и мощным, звучит вот так. Настоящая цель — это та, которую игрок выбрал себе сам. Ну или уверен в этом. Вы так все потусовали, что он думает, что выбрал сам. Например, Square Enix давно выбирает за своих пользователей, зачем они играют до конца. Но первоначально игрок в полной уверенности сказал, мне в этой игре нравится то-то, я буду играть пока не. Если вас позвали на кино, в котором говорят, там Вин Дизель дерется с Хью Джекманом, и вы фанат обоих этих актеров, приходите на сеанс, видите, что там полная трешина и вообще скучище. Невозможно, вы хотя бы до этой сцены досидите. Так примерно это работает, потому что вы приняли для себя решение, вот именно это мне интересно. И именно это может быть чем угодно. Расскажу теперь больше в примерах. Средняя и средненькая цель. Мы делали Skyforge. Мы делаем Skyforge, мы продолжаем его делать. И у нас было две составляющие. Первый год, второй год. Старая эра и новая эра. Кстати, вообще играет в Skyforge? Лес рук. И в нем прогрессия персонажа строится, ладно, мне придется больше рассказывать, в каждом персонаже вшиты все классы. Вы одним персонажем можете разлочить все классы. Не нужно качать разных, а качаете одного и в нем открываете. Он может быть паладином, он может быть лучником и так далее. И первоначально в игре была вот такая механика Atlas. Она похожа на карту из Path of Exile или на Final Fantasy, когда ветвистый граф, на котором куча разных апгрейдов и в больших узлах лежат классы. Вы говорите, хочу быть некромантом, некромант круто выглядит. И вот так вот по вот таким нодикам двигаетесь в сторону некроманта, а потом его открываете. У этой механики были плюсы и минусы. И в новой эре, совершенно не связанными с удержанием и увеличением целями, мы решили изменить эту механику, сделать ее прямее, проще, понятнее и с меньшей возможностью ошибиться. И сделали кампанию. Кампания — это такая дорога на карте, совершенно прямая, по которой вы проходите, очищая свою планету от вторженцев. По таймингам открытие классов приблизительно такое же. Не, открыть все классы на кампании быстрее, чем на Атласе, но в среднем игрок открывает для себя вот такое количество классов. Это происходит вот за такой-то период, остальные ему не очень нужны, он их просто догринживает, его настоящая мотивация. Вот такая это случается на таком-то и таком-то временном отрезке. Эти временные отрезки коррелируют в старой и новой механике. При этом мотивация с точки зрения игрока в старой и в новой механике отличается драматически. Гигантский граф, который пугал журналистов, когда мы открывали его на полный экран, мотивировал игроков открывать классы. Прямая, понятная линия, совершенно не требующая разбираться и выглядящая более артово, как настоящая карта, по которой проходят ваши войска, не мотивирует игроков. Что исчезло, как думаете? Легко угадывать, когда это написано на доске. Да, действительно. Необходимость разобраться не так важна, а важна иллюзия выбора. Когда игрок смотрит на атлас, он видит спектр возможностей. Он видит, сколько всего может случиться, и он понимает, что это долго и много. И тогда он говорит, мне нужно что-то выбрать. Он выбирает что-то по своему вкусу. Кто-то выбрал по костюмчику, кто-то выбрал по своей привычке. Я всегда играю мошками, выберу мошка. Кто-то выбрал по мете, почитал, сейчас нагибают паладины, надо брать паладина. И проложил, грубо говоря, себе путь. В игре он проложил его напрямую, а еще он проложил его в голове, вот так вот эффективнее, еще захвачу вот эту вершинку, и идет по нему. И каждый его шаг, это его осознанное следование, его собственного пути. И когда он достигает этого класса, он чувствует, ху-ху, я достиг. И пока он идет, это то, что он выбрал и делает сам. Что мы видим с компанией? Это прямая линия. Куда бы ты ни шел, ты идешь вперед. Ты получишь свой класс, тот, который хочешь, даже примерно за такое же время. Но мы идем твоими ногами за тебя. Это не твой выбор, это не твоя цель, это наша цель, которую мы тебе навязываем. И поэтому одно и то же по таймингам, одно и то же по механике, по верхнему дизайну, совершенно иначе воспринимается с точки зрения вовлечения. Вот тот некромант мой, а этого вы мне подсовываете. Иллюзия выбора или выбор на самом деле очень важны. Если взять и сказать, вы играете в игру каким угодно способом, а в финальной сцене вам дают выбор из трех вариантов, вы выбираете его, и концовка красится в красный, зеленый или синий цвет. Вы тогда будете недовольны, вам будет стремно. Вы говорите, ну что это за выбор, на что это влияет, это ничего не значит. А если от этой же кампании чуть раньше выпустить игру, где выбор вам дают сделать где-то в середине игры, и потом вся вторая половина игры выкрашена в этот красный, синий или зеленый цвет, вы думаете, о как здорово, сразу повлиял на вселенную, как все изменилось. Иллюзия выбора или выбор на самом деле очень важны. И самое главное, чтобы игра всячески поддерживала и показывала, что он был совершен, что он сохранился, что вы по нему следуете и приближаетесь к своей цели. Второй момент. Приземленные мечты и заоблачные планы. Здесь на картинке приведены две мега цели из АЛОДов онлайн. Это астральный корабль, который вы получали на старте где-то на 30 уровне, сейчас, наверное, еще раньше, а может позже, но быстрее. И личный АЛОД. Личный АЛОД — это остров, летающий в астральном пространстве, в местном фэнтезийном космосе, которым вы будете владеть. С точки зрения общечеловеческой логики ценностей, корабль и целый гигантский остров неравнозначны. Корабль — это какая-то штука, типа машину купить, а остров — это типа как особня купить, а может и больше, может стать владельцем банановой республики. С точки зрения игроков все работает немножко иначе. И то, и другое было целями, большими, дальними, мега-целями в игре. Одно работало, одно не работало. Там много всяких причин, почему не работало второе, но прежде чем перейду к более подходящему примеру, расскажу, в чем разница. Астральный корабль, все с ним понятно, это корабль, он летает. А как это будет реализовано в игре? Бывало, что корабли реализованы, как в автогонках, нажимаешь стрелочками и летаешь. Бывает, что корабли были реализованы, когда ты член команды и бегаешь по палубе. Бывало, что корабли реализованы в виде РТСной схемы, мышкой нажал, и он туда поплыл сверху, или сбоку, или в три четверти. Куча разных вариантов. И ты не знаешь, как это будет играться в игре. Ты не знаешь, что это будет значить для меты. Тебе супер понятен объект и супер непонятен. Ты открыт для всего нового с точки зрения геймплея. Что такое остров? Ну, это хаузинг. Во всех играх был хаузинг. Как он выглядит? Ну, различается, но плюс-минус везде одинаково. С точки зрения, что такое астральный остров, это совсем непонятно. Вроде может быть все что угодно. Но что это будет с точки зрения механики, предельно ясно. Все четко и ожидаемо. Поэтому вот это, я понимаю, что я получу, но не понимаю, как это будет, работает. А я не понимаю, что получу, но точно знаю, как это будет работать, не работает. Есть более плохой пример. В смысле, не плохой, а подходящий и явнее показывающий, почему это не так. Тот же самый астральный корабль был первой большой целью в Алодах. И божественная форма была первой целью в Скайфорже. Что такое бог? Это то, что можно возить к человеку и бросить его за какой конец острова, а потом поймать его там и бросить его. А еще? А еще? Всесильность. А еще? Творец, абсолют, да. А еще есть действующие боги, есть античные боги, а еще есть там боги пафоса. Всякие варианты богов бывали в медии, всякие варианты богов были в культуре. Каждый для себя, первое, у каждого в голове приходит, что первое свое. Но что это значит конкретно, никто сказать не может. А что это будет значить с точки зрения механики? Нагибать ходить. Это ровно тот самый случай, когда загадочная, трудноформализуемая, непонятная сущность, которую вы точно знаете, как она будет реализована в игре. Полная противоположность по этим параметрам с кораблем. И она работает так. Ну, дадут мне эти бафы, ну, усилит мою персонажа, ну, окей. Не мотивирует. Понятно рассказываю? Как же распознать настоящую, большую, важную цель? Первое, на что вы должны смотреть, это что на самом деле нужно игрокам. То, зачем они пришли в вашу игру. Игра называется World of Spaceship. Зачем они пришли? На чем? На Spaceship. Все верно. Значит, скорее всего, оно там. Игра называется Поживи в Азероте 6 лет. Зачем они туда пришли? Дейтинг сим. Да. Игра называется Minecraft. Понимаете, да? То, зачем вы привели игроков, то, на что они купились еще в маркетинге, то, чем вы продали им в свою идею, и будет то, что они будут ожидать, то, что они будут ставить себе целями в первую очередь. Вы приходите в игру по вселенным Звездных Войнах и говорите, она по вселенным Войнам, я люблю Звездные Войны, она от компании, которая делает офигенные сюжеты, я люблю сюжеты, я досмотрю эти сюжеты до конца. Не важно, что 3 из 6 невыносимые, одна терпимая и 2 еще более-менее ничего, но вы их все пройдете, потому что поставили себе такую цель. Вы пришли именно за этим. В следующий момент USP, он не всегда совпадает с маркетинговым поводом прийти, но, как правило, совпадает. USP – уникальный торговый признак или Unique Selling Point. То, чем вы отличаетесь от своих конкурентов в той же весовой категории, вы уже выделились в глазах игрока этой штукой, он уже на нее сфокусировал свое внимание, ему уже легче принимать решение, делать выбор с точки зрения этой штуки. И поэтому, выбирая прогрессию в ней, цели в ней, какие-то большие милстованы в своем USP, вы, скорее всего, попадаете верно. И третий пункт, ради чего приносит рациональные жертвы. И нет, гриндить 24 на 7, не есть, не мыться – это не иррациональные жертвы. Это рациональные жертвы. Это то, что в игре ценно, нужно и хорошо. На это не смотрите. Смотрите на то, что иррационально с точки зрения игры. Сейчас самый крутой класс – это рога. А вот этот чувак качает ретропаладин. Почему? Он ему нравится. Он ему нравится. Он просто ему нравится. Это то, что он для себя выбрал. Или вот лежит неэффективная пушка, а чувак качает, выбивает, старается, ходит на треи на неэффективную. Почему? Потому что она для него ценна. Есть много игр, в которых хорошо видно, где разница между геймдизайнерской ценностью и игроковской. League of Legends. Много героев. Всегда найдется чувак, который качает что-то не в мете. Почему? Потому что герои – это то, что ценно. Это то, ради чего большая категория игроков участвует. Не все играют по мете, не все берут самый топовый класс, не все шмотки раскладывают так, как про игроки. Кто-то играет, потому что ему нравится девочка, которая хихикает. Или варфрейм. Миллион варфреймов, есть имба, есть не имба, есть пушки замакшены, есть фиты, а чувак качает стеклянную косу. Почему? Она прозрачная. И делает так. Эти все вещи гораздо ценнее. Да, потом люди ради них совершают много разного. Участвуют в мете, играют, качаются, паверлевелят. Но выбор делают на том, ради чего они готовы поступать иррационально. И когда вы смотрите на вещи, вот это те самые узлы, в которых вы, скорее всего, найдете то, чем мотивировать, вовлекать игрока проще всего. То, в чем вы можете позволить игроку сделать свой выбор конечной цели. Маленький совет напоследок. Все это очень тяжело делать абстрактно, эмпирически. Для того, чтобы все это видеть, для того, чтобы все это понимать и быть близким по ощущениям с игроками, недостаточно просто делать для них игру. Нужно играть с ними в эту игру. И играть не рядышком, не в изоляции, и не под ником разработчика, чтобы они видели, что тебя лучше не трогать, или наоборот, нужно досаждать от сейп голды. Играть нужно с ними в топовых гильдиях, в активных кланах, в настоящую игру, участвовать в настоящей мете, на правах полноценного игрока, без читов, без всего на свете. Играть с ними бок о бок в настоящую игру. Тогда в их настоящем общении, не в форумном, где они «А, меня достала эта фигня, пойду напишу раз в жизни на форуме что-нибудь», а в том, что они в Войсе, в Тимспике, в Мамбле обсуждают, бубнято критикуют. В этой информации кроется настоящее понимание ваших игроков. Поэтому кроме всего, что я наговорил там теоретического, еще практический совет. Играйте, черт возьми, в свою игру наравне с настоящими пользователями. Все. Вопросы? Что вы скажете о поминутном поощрении пребывания игрока в игре? Нет, это другое. Речь идет не о туториалах и постоянном завлечении, а, допустим, как в таймкиллерах. То есть перед игроком, как вы раньше говорили, ставят цель и за его поминутное пребывание дают какие-то плюшки. Смотри, ты приходишь в незнакомое помещение к уважаемым тебе людям, что-то делаешь, они тебе говорят, «О, ты молодец!» Это хорошо? Это подозрительно. Нет, нет, ты сделал действительно что-то хорошее, и они говорят, «О, круто сделал, молодец!» Приятно? Приятно. Ты идешь по метро, идешь, идешь, хорошо, ровно, прямо, но идешь. Делаешь простые вещи. И каждый пассажир говорит, «О, как ты здорово идешь!» «Молодец!» «Хорошо!» «Еще шажок!» «Отлично!» «Давай, ты лучший!» Это хорошо? Это очень подозрительно. Это очень подозрительно. Первые минут 10 тебя это будет веселить, потом это перестанет работать. Такие вещи быстро выгорают. Ответил? Спасибо. Хорошо. Да. Ничего, никакой проблемы нет. Вполне нормальное решение, да. Тогда почему оно используется и в итоге ломается геймплей для старых игроков, которые привыкли к старой карте, а их подозрительно валюту, то пройдет шаг? Это не простой вопрос, не совсем по этой теме. И он, скорее всего, больше про то, что что бы ты ни изменил, это всегда расстраивает игроков. Это про то, что нету никаких простых решений, которые только улучшают и ничего не портят. Надо рассматривать конкретную ситуацию, конкретные истории, чтобы сказать, а вот поэтому вот здесь это плохо или поэтому принято такое решение. Так абстрактно тяжело ответить. Но тогда опять же возвращается вопрос, почему мы здесь и примитивные игроков. Это черные эльфы, они примитивные и играют на прямой продукт. Потому что это стоит бюджета двух игр. Одна игра для черных эльфов, а другая там для белых орков. Да, но поддерживать ее потом надо будет одну. Ну и что? Одинаково. А количество багов в два раза больше. А инфраструктуры, а контента, а работы с комьюнити в два раза больше. Все равно две игры в результате. Ну в полтора. Все равно в полтора раза больше заплатить. Дорого. Да. Такой вопрос был приведен с Kill 3 и Skyforge в первой итерации, во второй итерации. У меня две такие стойкие ассоциации. Первая это Evo Online, вторая это какой-нибудь World of Warcraft. Вопрос такой. В среднем действительно ли наличие явной цели у игрока сразу перформит лучше, чем если мы ему покажем, вот смотри, какой у тебя выбор есть. В принципе, когда я формулировал вот эту штуку, тут не сказано, что цель уже у игрока появилась. Я сказал, что у него… Ну да, я понимаю, но в принципе мы ему намекаем на то, что вот есть какие-то классы, вот есть какая-то конечная цель. Или же мы ему показываем огромную простыню скиллов, которым говорим, что ты можешь идти в любую сторону, и игрок сам изучает этот скилл 3, говорит, наверное, мне надо пойти так, делает уже какой-то последовательный выбор, нежели выбирает конечную цель. Видишь, здесь не ноль. Вот здесь вот. Оно не в ноль уходит, а в 10%. Потому что есть 10% игроков, которым, что бы ты ни сделал, они найдут способ себя замотивировать, сами придумают себе цель. В Майнкрафте еще не было Эндер Драгона, они уже в него играли, придумывали. А я построю гигантский фаллический дворец на берегу озера или там в Расте, я буду всех нагибать издалека со снайперки. Они выставили себе цель и уже идут. То, что ты говоришь, очень близко к этой вещи. В принципе, найдется достаточно крупная часть игроков, которые этим сами себя смотивируют, сами выберут, сами поставят себе цель, и это будет работать так. Но так работают далеко не все игроки. Ачиверов много, их там больше половины. Но среди них Манчкинов, Датамайнеров, тех людей, которые могут чисто этим смотивироваться, мало. И если человек уже погружен в игру, все хорошо. Он, скорее всего, найдет себе то самое, о чем ты говоришь, правильный билд, правильную цель. А когда ты начинаешь только, он еще не знает, что эти билды значат. Он еще не знает. Ему даже по тултипам слишком долго проходить и разбираться, как там что будет, к чему вести. А решение он уже пытается принять прямо здесь и сейчас. Поэтому, да, есть категории игроков, на которых это так работает. Хорошо, если ты сможешь больше игроков в это сито спихнуть и принять решение в таком ключе. Но, скорее всего, его сначала нужно чем-то замотивировать, чтобы он уже потом нашел себя в силы разобраться в дереве и поставить себе текущую цель. Спасибо. Это последний вопрос. Хотел уточнить про иррациональные цели. Это же я правильно понимаю, что это на самом деле условные иррациональные цели. И как бы нельзя себе в ногу выстрелить, иначе будет слишком большая фрустрация. Все так, конечно. Это все не категорично. Это все просто вычурные формулировки, чтобы они вам в мозг врезались и лучше запомнили. Под иррациональной целью я подразумеваю людей, которые готовы пожертвовать чем-то ценным ради чего-то, что им интересно. Это действительно не выстрел себе в ногу. Это выбор не самого популярного класса. Лучший танк вот этот, а я езжу на вот этом, потому что мне нравится его внешний вид. Вот такие вещи, которые показывают, где вкусовщина перевешивает мету. И это никогда не катастрофа. Спасибо. Спасибо.